Ремонт в детской консультации в Сенгиреевской районной больнице завершат в ноябре. Рабочая смета составила 3 миллиона рублей. Ещё 600 тысяч направили на приобретение мебели. Ремонт начался в начале августа текущего года. Уже выполнены демонтажные работы, заменены оконные блоки. Сейчас в помещении штукатурят стены, начинают отделку. Параллельно устанавливают дверные блоки. Кроме того, для детского отделения строят крытую колясочную. По оборудованию, по данной программе, у нас тоже пришёл УЗИ-аппарат на 2 миллиона 993 тысячи. Это ремонт. Очень хорошо заговаривайте, извините. Это для УЗИ-исследований детей по программе детского здравоохранения. У нас здесь не было? У нас не было аппарата для детского УЗИ. У нас есть доктор, который обучен. Отремонтировать в Сенгилее школу имени Героя Советского Союза Николая Вербина. Точнее, её третий корпус. И делать это планируют поэтапно. Пока здесь привели в порядок кровлю, заменили окна, обновили пищеблок. Потребности 2021 года. Это ремонт туалетов, устройство наружной канализации. Ремонт вестибюля. Вот здесь, где мы сейчас находимся. Следующий, пожалуйста. А вот здесь что? Всё это будет ломаться. Да, вот я хочу сказать, вот на данный момент ремонт вестибюля. Это, вот это всё сломается. Здесь сломается, соответственно, откроются современные окна уже новые. Здесь будет очень светло. В ближайшие два года планируют отремонтировать центральный вход здания, обновить стены и потолок, коридоры, учебные кабинеты, а также ограждения. В планах региональных властей также отремонтировать здание Селикатнинской школы дополнительного образования. Учебное заведение ждёт не только внешнее преображение, но и внутреннее. К творческому и спортивному профилю школы добавят ещё и технический. А для этого необходимо дополнительное оборудование. Но начать собираются с ремонта кровли.